Кто свил вот такое гнездо, вот такое гнездо в кустики, на деревце, на каком-нибудь строении, в кустах крыжовника, малины, терновника, на молодой поросле или даже в крапиве? Друзья, вот по гнезду, которое осталось, смотрите, сейчас середина апреля, и это гнездо было сделано в прошлом году. Видите, какая добротная, нехитрая постройка. Просуществовало всю зиму, в этом году было очень много снега, а оно никуда не делось. Ну, я никогда не отвечаю на вопрос, кто это сделал, как правило, потому что слишком много вариантов. Я вот просто сейчас вам на скидку перечислю, кто делает гнезда примерно в похожих условиях и примерно похожего вида. Вот размер, может быть, с ладонь, может быть, чуть побольше, поменьше, может быть, вот раз в два побольше. И свита из соломинок, могут быть в составе веточки, может быть, еще выставлен лоток шерстью. Друзья, вот даже шерсть, ничего это не поможет, чтобы определить видовую принадлежность птицы без яиц или без птенцов. По птенцам сложнее. Если вы встретили такое гнездо и увидели яйца, не стесняйтесь быстро сфотографировать на телефон, потому что от этого уже ничего не изменится. Встретили, сфотографировали на телефон и ушли. Кто такой звук издает? Первый раз так услышу. Итак, перечислим основных птиц, которые делают гнезда в кустах, и они вот размеры такого относительного небольшого, размером с половину теннисного мяча для большого тенниса, или чуть меньше, или чуть больше. В первую очередь это все славки. Славка ястребиная, особенно если это терн, кусты терна. Славка садовая, она обычно вот пониже, иногда прям почти на земле, в кустиках ежевины, в малине, в таких влажных относительных местах. Славка серая, в более сухих местах, как правило. Серая славка вообще на земле может гнездо сделать. Следующий момент. Возможно, если это термин где подойдет? Продолжение следует. Славка Мельничек, она предпочитает такие нахламления из веток сухих, может быть где-то под прикрытием ствола какого-то, может быть тоже в терне, в зарослях терна, и очень любит она под хмелем делать, под сплетениями вот этими многочисленными. И непосредственно на каком-нибудь молодом деревце очень любит делать гнездо Славка Черноголовка. Вот основные пять видов Славок, которые у нас есть, все они делают плюс-минус одинаковые гнезда, конечно, когда глаз наметан и уже знаешь где у кого какой биотоп, можно примерно предположить и сузить круг видов до двух-трех. Субтитры создавал DimaTorzok Но, например, вот Садовую Славку и Серву, и Садовую Славку и Славку Черноголовку без птицы иногда даже и не отличишь. Очень похоже у них бывают яйца. Не всегда, но, как правило, бывают похожи. Дальше двигаемся. Кроме Славок, это могут быть различные камышовки или камышевки. Камышевка садовая. Камышевка болотная. Обе очень похожи, а вот яйца у них отличаются. И они очень часто гнездятся в крапиве. Но также делают вот на кустиках. На кустики терна, на малинии, на ежевики, на чем угодно. На каком-нибудь деревце. Камышевое и болотное. Кроме них. Кто еще может так делать гнездо? Покрупнее будет гнездо, более массивное. Это сорокопуджулан. Он тоже может даже почти на земле, в крапиве, в кустах терна. Очень часто он гнездится рядом с ястребиной, с лавкой. Посмотрим для примера, как выглядит гнездо сорокопуджулана спустя год. Прошлогоднее. Вот оно в кустике сделано. Опа. Вынем его. Может быть, кто-нибудь здесь новое построит в этом же месте. Видите, какое массивное построечка. Тут и мох есть, и солома. Вот это гнездо сорокопуджулана. Довольно массивное. Но, в общем-то, он не единственные такие делает. Так что, гарантий нет, если бы не знать точно, кто гнездился здесь год назад. Вот место освободил мутовку. Пусть здесь кто-нибудь еще гнездо совьет заново. Тут и серая славка гнезда вьет. И камышевки болотные, садовые тут живут. Так что, пускай что-нибудь себе выбирают. Ну и на этом не заканчивается перечень птиц. Дальше идут, например, коноплянка. Вот у коноплянки может быть уже, как правило, есть в составе лотка шерсть. Но не обязательно. А вот как выглядит гнездо коноплянки спустя год после разорения. То есть, разорено оно было на стадии яиц. Как раз примерно вот такой был куст жимлости. Ну, может быть, ягоды уже были. Точно не помню. И вот гнездышко разорили. По-моему, тут когда 3 или 4 яйца было, разорили не то ежи, не то коты. В общем, они одно яйцо забрали или 2, одно осталось. В общем, я сейчас это гнездышко выну, чтобы... Вот он такой размером с ладошку. И вот видите, здесь обильная выстилка каким-то волосом. Ну, а тут ничего особенного. Вот это гнездо коноплянки, из которого никто даже не вывелся. Но их полезно вынимать, потому что на том же месте может быть сделано новое гнездо. Старые они, как правило, не используются такими мелкими птицами. Так что мы его выбросим. Зеленушка. То же самое. Зеленушка и коноплянка очень похожи. Гнезда и даже яйца похожи. Но у зеленушки немного крупнее. Яйца, она гнездится раньше. Но все равно гнезда можно найти в разный период времени, потому что бывают повторные, восстановленные кладки и так далее. У самого основания кустика делает такое миниатюрное гнездо. Близкая к славкам птичка. Северная борматушка. У нее очень красивые малиновые яйца. Окрас такой с малиновым оттенком. Вот она тоже делает примерно плюс-минус вот такое гнездышко. Едем дальше. Если опять же гнездо в терне, в шиповнике, на каком-то деревце повыше от земли, чем у других, хотя может быть и в основании даже этого полыни, это чечевица. Вот чечевица, как правило, не выстилает лоток шерстью, хотя опять же бывают исключения. Как правило, кстати, очень похоже на гнездо чечевицы вот это. Вот это гнездышко. У чечевицы очень красивые яйца. Они у нее такие бирюзовые, с темными точечками. Фактически это миниатюрная копия яиц певчего дрозда. Да, друзья, если гнездо массивное, прям вот такое, раза в два больше, чем вот это маленькое, то это может быть и какой-нибудь дрозд. Певчий дрозд, черный дрозд, дрозд-ребинник, белобровик. Но там вы, конечно, уже увидите, что гнездо гораздо больше. Оно уже, даже не знаю, с чем сравнить. Ну, вот такое. Как два-три мяча для большого тенниса. Ну, вернемся к птицам небольшого размера. Кто еще может делать? Вот если лоток очень обильно выстлан белой шерстью, то это, скорее всего, щегол. Ну, не обязательно. Щеглы они все-таки любят повыше делать. Ну, иногда может быть и достаточно низко. Дальше. Рыхленькая такая постройка. Бывает даже с просвечивающимся дном. Дубонос. Дубонос. Друзья, ну это вот я навскидку сказал, без всякой подготовки, просто самые распространенные виды, которые могут гнездиться плюс-минус вот в таких условиях. Я не буду дальше перечислять, просто потому, чтобы это перечисление было, чтобы вы поняли, что определить вид вот по такому гнезду, особенно, когда уже и птицы нет, ну, практически невозможно. Он зеленушка визжит, вжикает, вжикает зеленушка. Особенно вот славки и камышовки, плюс еще чечевица, у них прямо вот плюс-минус одинаковые постройки и крайне проблематично определить. Но, тем не менее, тем не менее, для вас вот некоторый ориентир, кто это может быть. А соловей, друзья, соловей гнездится на земле. Об этом есть отдельный ролик. Посмотрите обязательно на канале. За редким, крайне редким исключением. А с вами был Василий Вишневский. Всем пока. Всем добра. Субтитры сделал DimaTorzok